Марсель Абдуракипов из поселка Чердаклы увлекался автомобилями еще с юности. Все началось с помощью другу, который хотел сдать свою машину на металлолом. Но в последний момент отдал автомеханику любителю. Эксперимент тогда удался, десятка обрела вторую жизнь. С тех пор интерес к автомобилям у Марселя только усиливался. Поэтому, когда мужчина узнал о возможности заключить соцконтракт, воспользовался этим и получил деньги на открытие своего дела. Нашел через кого обратиться, обратился, собрал документы, получил соцконтракт. То есть, ну, так подумал, что у меня, допустим, для машины есть, вот решил шиномонтаж. Автомеханик из Чердаклинского района не единственный, кому удалось открыть свое дело при помощи государственной поддержки. Всего в 2022 году было заключено около 4,5 тысяч социальных контрактов. Финансовая помощь, кстати, предусмотрена не только для начинающих бизнесменов, но и для тех, кто ищет работу, хочет рассвоевать подсобное хозяйство и находится в сложной жизненной ситуации. Заключить социальный контракт можно при определенных условиях, в список которых входит и уровень дохода. Для некоторых граждан действует льгота. Ну вот со 2 июля у нас вышло новое постановление правительства, в рамках которого семьи участников специальной военной операции могут заключить социальный контракт, и при расчете дохода не будет учитываться доход участника специальной военной операции. Чтобы узнать об условиях подробнее и начать оформление документов, необходимо обратиться в социальную защиту по месту жительства.